привет друзья ну очередное воскресенье и мы путешествуем сегодня в окрестностях торонто онтарио примерно 170 километров от торонто village такой горнолыжный резорт называется blue mountain голубые горы сейчас мы пройдем по этой village здесь есть рестораны отели подъемники мы поднимемся наверху горы так что путешествуйте сегодня со мной такая вот чудесная чудесная горнолыжная деревня где конечно в основном вся активность зимой ну а летом очень много горнолыжных трасс по которым люди просто поднимаются и делают хайки чудесные магазинчики различные сувенирные картины и галереи ресторанчики пейзажи канады картины и галереи чудесное местечко и для летнего отдыха тоже сегодня здесь мало людей потому что на самом деле сегодня четверг и мы решили приехать именно в четверг потому что выходные будет очень много людей вечером здесь можно остановиться и пожить один-два дня здесь есть очень много хороших отелей магазинчики различные картины какие-то всякие какие сиденья в общем только настоящий горнолыжный резорт айриш паб ну куда же без него мой любимый айриш паб магазинчики а вот и офис римакс недвижимость которая здесь продается для этого мы сюда сегодня и приехали здесь можно купить инвесторам квартиру которая будет как отель сдаваться здесь специально есть компания менеджмент который будет это сдавать ну как вот видите где-то примерно 55 квадратных метров однокомнатная квартира не однокомнатная по российским меркам двухкомнатная квартира а стоит 329 тысяч долларов вот так вот в таких домах и есть различные квартиры получше похуже различные они есть что-то на веб-сайте в общем можно иметь здесь свою комнату если вы большой любитель горнолыжник можете приезжать сюда зимой вот есть и за 239 тысяч небольшая студия 400 квадратных метров это 35 квадратных метров и за 300 тысяч ну вот мы в первую очередь расположились в местном баре в таком очень симпатичном сейчас мы здесь что-то попьем что-нибудь следим маленькое и пойдем дальше гулять по этой прекрасной вилочи и поднимемся в горы последнее время после ковида в канаде мы имеем меню нам приносит или даже наклеивают просто на 100 такой qr-код мы подносим свой мобильный телефон и на мобильном телефоне высвечивается меню то есть обычное меню полностью отменились кроме того высвечивается обязательно форма которую мы заполняем коридная форма имя фамилия адрес на случай что есть отсюда вот так называется этот горнолыжный курорт blue mountain голубые горы и мы сейчас в помещении где уже выдают зимой ботинки лыжи сейчас мы получаем свои билеты и поднимемся уже на гондули наверх зимой здесь конечно очень бизи очень много людей и лыжников а сейчас никого вот здесь обычно скапливается много очень горнолыжников зимой они поднимаются по подъемнику а сейчас красивые такие осенние arrangements дни хризантемы и вот люди уже постепенно постепенно прибывают все больше и больше людей здесь же люди играют в мини-гольф такие террасы на которых они расположились очень красивые вот такая вот примитивная гондола здесь новый вид очень красивый там вот видно уже джорджин бэй вода чем ведь все и горы и вода и все абсолютно что хочется очень примитивные гондолы просто не могла поверить посмотрите что внутри пол никаких сидений никакого закрытия я вспоминаю то что мы видели на морозах хутор на этот день и ночь да красиво муро это гурон да это не грунта джорджин бэй ну да озеро гурону залив чужин бэй колоссальных размеров вот здесь хорошо и больше ближе видно чертин бэй озеро залив посмотрите как их это все размера это как море как океан до горизонта все очень большое канаде конечно здесь мало людей это несравнимые объемы что было в красной поляне для олимпиады а здесь такое тоже событие здесь люди сидят можно что-то поесть вот по такой красивой дороге мы идем делаем здесь хайкинг справа посмотрите какое красивое озеро а здесь лес цикады поют зимой здесь катаются лыжники елочки зимой здесь очень красиво когда все покрыто снегом эти елочки вот так выглядят эти blue mountains столько здесь много спусков столько можно горнолыжных спусков много большая территория очень есть разные village есть отели конечно тоже на территории этого это не высокогорная трассы они говорят для зайчиков но тем не менее есть вот мы отправляемся назад уже в деревню и и последние минуты этого красивого красивого вида отсюда многие покупают из дома вот справа вы видите райончик там уже построено очень много домов кто-то переселяется сюда из города кто-то имеет просто как второй дом красивые виды потрясающего озера канада богата своими озерами водой колоссальных размеров страна красивейшая природа немножко холодноватый климат конечно хотелось бы теплее но так все остальное хорошо мы путешествуем по провинции онтарио и по стране джорджиан бэя огромного озера посмотрите какая здесь красота это просто озеро как море красоты вот 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 Субтитры сделал DimaTorzok